Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами нарисуем цветок рудбеки. Наверняка вы видели где-нибудь неподалеку от своего дома эти яркие солнечные цветы с золотистыми лепестками и ярко-оранжевой сердцевинкой. Помогать мне в рисовании будут, как всегда, механический карандаш Кахинор с грифелем HB, пластик-клячка и три кисточки от фирмы Альбатрос. Это сибирский соболь номер 5, средняя кисточка с ворсом настоящего соболя. Номер 5 же серии Акварель. Это синтетика имитация белки, она такая прям побольше. И единичка, самая тоненькая кисточка, тоже с ворсом натурального сибирского соболя. Но пока я их откладываю в сторону. И мы будем рисовать с вами эскиз. Скетчбук, который я использую. Это скетчбук с Алиэкспресса. Он уже, как можно увидеть, почти заканчивается. И я думаю, что цветок Рудбеки будет прекрасным завершающим аккордом для его последней странички. Итак, если рассматривать общую форму цветка, то она, скорее всего, будет похожа на такой большой овал. Поэтому мы как раз с вами овал и нарисуем. Для этого я создаю оси симметрии. Вы наверняка помните, чем отличается круг от овала. Если у круга центральная ось симметрии равна вертикальная и горизонтальная равны, то у овала горизонтальная является гораздо больше, чем вертикальная. А вертикальная ровно вдвое меньше, чем горизонтальная. И вот я вот так создаю примерный общий контур нашего будущего цветочка. И точно так же создаю центр цветка, который тоже подчинен этому ритму овала. В отличие от обычных ромашек, у Рудбеки далеко не такая плоская сердцевинка. Она скорее похожа на такой небольшой цилиндрик. Поэтому мы сейчас придадим ей дополнительную высоту. Лишнюю линию внутри я вытираю. И у нас остается вот такой высокий цилиндрик. Он довольно-таки пушистенький, поэтому я делю его на несколько разделов, скажем так. Вот здесь он такой более темный будет. Центр слегка блестящий. А здесь такая вот более пушистая полоска из тычинок и пестиков. И сами лепестки. Ну, вообще их у Рудбеки довольно много, как и у любого ромашкоподобного цветка. Ну, я думаю, что можно спокойно их нарисовать штук 8-10, так особо не напрягаясь. Главное помнить, что несколько лепестков всегда будут сверху, а остальные могут быть просто под ними. Поэтому стоит начинать рисовать именно вот с тех лепестков, которые будут как бы на поверхности. Вот, я примерно рисую первый лепесток. Вот здесь он будет такой, как бы, похожим на небольшой кулечек. Вот, делаю его таким изгибающимся. Значит, и следующие лепестки тоже под такими небольшими изгибами у меня упираются в эту нашу цилиндрическую сердцевинку. Где-то между ними, под ними, уже другие лепестки более нижнего ряда. Но они совершенно точно находятся под верхними лепестками. И нам это важно будет показать при рисовании. Они будут более затененными. Вот, следующий лепесток тоже находится под вот этим верхним. Дальше у нас будут еще какие-нибудь дополнительные лепесточки. Я стараюсь их делать не очень одинаковыми, потому что слишком одинаковыми они бывают только у искусственных цветов. В природе обычно все лепестки совсем разные. Ближе к сердцевинке я делаю лепестки более такими приподнятыми, более упругими. Часть их может даже как бы смотреть своими кончиками наверх. Не забывая у каждого лепесточка добавляю какой-то такой небольшой кулечек, которым он касается нашего цилиндра в центре цветочка. Краешки нашего строя лепестков касаются вот того самого овала, который я изначально провела. Можно даже некоторые лепестки сделать такими более закругленными, более приподнятыми. Это придаст цветочку такую живость и динамичность. Вот на цветках с той стороны нашего цилиндра уже не заметен этот кулечек, потому что его закрывает цилиндр. Некоторые лепесточки можно сделать наоборот загнутыми внутрь. И таким образом у нас получится очень живой, очень интересный цветочек. Часть лепесткова, которого, как я уже сказала раньше, будут изогнутыми, часть находится сверху, часть снизу. И у нас получается вот такая ромашечка с яркими лепестками. Примерно на середине каждого из лепестков я добавляю контур границы между желтым и оранжевым оттенками на краешках лепестков. И можно добавить, например, где-нибудь еще вот здесь дополнительные цветочки, такие же рядом, но такие уже полуразмытые, фоновые скорее. Мы их нарисуем по-мокрому. Они будут просто дополнением к нашему основному объекту. То есть какие-то вот такие полуоблетевшие, может быть даже цветы на заднем плане. Теперь я убираю наши вспомогательные линии, которые окружали контур нашей рудбеки. И после этого, в принципе, можно уже заниматься и покрытием цвета. Краски, которые я использую, это краски от фирмы Невская палитра. И начну я с того, что сначала просто водой перекрываю весь лист, который занят будет именно фоном. Тот цветочек, который я нарисовала самым первым, я пока не трогаю. Моя задача сейчас будет создать просто такой красивый фон. Да, плотность бумаги нашего скетчбука, в котором я рисую, ну, по крайней мере, как заявляет производитель, 300 граммов. Бумага действительно довольно плотная, но опять руководитель, ой, производитель сообщал, что там как бы есть хлопок. Но, по-моему, он есть именно, что как бы и в очень небольшом количестве. Ну, либо я что-то не так понимаю. По крайней мере, по поведению этого листа не очень похоже, что хлопок там вообще как-то где-то рядом был. Ну, может быть, процентов 5-10, если только. В конце концов, 5-10 процентов тоже хлопок, я думаю. А вот, пока я с вами тут это обсуждала, я закончила прокрасочку, точнее, смачивание водой поверхности. Вот как вы можете видеть, у меня вода. Вот, блестящая везде, кроме вот этого центрального цветочка. Вот, я буквально пальцем придерживаю ее, чтобы страничка не слишком прогибалась. Вот, и теперь можно выделить самые крайние границы травяной зеленой, просто для создания красивого солнечного зеленого такого фона. Вот, я добавляю больше насыщенной краски именно на границу с цветочком. А дальше она уже предположительно как-то распределяется самостоятельно. Вот, и если бы опять же здесь у нас был хлопок, она бы так сама и делала. Но вот, как вы видите, ей приходится довольно-таки активно помогать. вот, я больше добавляю травяной зеленой вокруг. Она у нас растекается. И кадмием оранжевым добавляю такие имитации других цветочков людбеки. То есть будет что-то такое, типа, похожее на какие-то оранжевые цветы где-то вдалеке, в полуразмытом варианте. Вот, кадмия оранжевого кладу. Вот здесь у меня, как вы видите, немного все растекается и я слишком растекающуюся воду убираю салфеткой. Вот, чтобы фон не был слишком однотонным, я добавляю сюда больше других зеленых оттенков. Это в первую очередь просто зеленую. создаю какие-то вот такие абстрактные линии, похожие на стебли травы. вот, немного добавлю еще окиси хрома для разнообразия. вот это даст такой более благородный, более холодный оттеночек. и для центра вот этой нашей полуразмытой рудбики я добавлю сейчас сначала тициановую краску. буквально центры тициановой красочки но она пока тоже не очень хочет растекаться и более тоненькая кисточка я добавлю шахназарскую красную. Тут пока все еще не слишком высохло. у нас появляются более затемненные сердцевинки тоже такие полуразмытые. Вот можно добавить еще немного охры красные тоже хорошо. Придать какие-то движения похожие на контуры полуразмытых наших рудбекий. Буквально намеки скорее на полуразмытые цветы фоновые. Хорошо подойдет еще капут морту для самых центров этих цветочков но лучше наверное когда это будет уже более простокшем варианте пока сейчас там еще слишком много воды и акварель не очень хочет находиться там где она должна находиться ну по крайней мере уже сейчас можно буквально вот какие-то очень намекающие на полураскрытые цветы контуры поставить какие-то вот такие буквально несколько деталек которые позволят нашему мозгу думать что здесь действительно те самые рудбеки которые мы сейчас увидим вот здесь на первом плане так и можно уже потихонечку начинать подкрадываться к лепесткам вот этой солнечной рудбеки но не сразу потому что важно чтобы вот здесь у нас на границах не слились вместе зеленые оттеночки и оранжевые и желтые которые будут составлять основную часть наших лепесточков и так самую первую красочку которую я хочу использовать это кадмий желтый средний вот кадмием желтым средним я перекрываю все лепесточки но оставляю буквально маленькую маленькую белую полосочку на границе с нарисованной ранее зеленью это важно для того чтобы они не растеклись другу друга ну по крайней мере я попыталась если мы рисуем более желтую розбекию можно вместо вот этой первой заливочки использовать не кадми желтый средний а например кадми лимонный или просто лимонную краску она такая более светлая можно даже ауриолин например если он у вас есть ну вот такой более-менее нейтральный вариант если нейтральный слов применимо к желтому это как раз вот кадми желтый средний докрашиваем все лепесточки они пока еще не имеют той самой четкой формы которая у них появится позже потому что я пока опасаюсь эту форму придать из-за не до конца просохшего нашего зеленого фона но мы скорректируем обязательно это потом так и вот здесь у меня будет немного фиолетового такого оттеночка я бы даже сказала наверное фиолетового хинокридона вот я самый центр выделяю таким вот поблескивающим участком не совсем темным вот он будет потом совсем почти светлым касаться потому что окружающая штука будет черным почти вот и сейчас мы будем потихонечку придавать желтизне нашу оранжевость следующий оттенок желтоватого это ганза желтая очень люблю это сочетание ганза желтая с другими желтыми она идеально подчеркивает именно такую вот затененность и яркость вот желтого цвета вот сейчас казалось что кадми желтый средний был довольно ярким но нет вместе с ганзой он кажется теперь бледным потому что на первый план выходит именно яркость ганзы желтой и то что казалось вот именно таким солнечным на самом деле будет теперь только просто самым светлым из возможных фонов там где все уже подсохло как раз можно понемногу соединять наши желтые и зеленые тона чтобы более четко вписывать лепесточки в окружающую реальность вот чтобы вот этих белых пятнышек не оставалось мы просто больше вписываем желтый вот в эти наши оставленные под лепестки места следующий оттенок который хочу использовать это золотистый золотистый вот и золотистый я начинаю добавлять потихонечку объемные такие фактурные полоски на некоторых из лепестках не на всех но на некоторых потому что где-то они будут светлые золотистые где-то более темные вот но тут именно вот такая вот разная стилица она и создаст такой эффект живости цветочка кстати здесь вот эти наши уже полуразмытые цветочки слегка подсохли и можно добавить им чуть-чуть четкости например вот выделить эти сердцевинки охры красной чуть больше добавить им пушистости вот и после этого лучше добавить немножечко больше дополнительных черточек на цветы которые находятся в более отдаленном фоне потому что тогда когда мы над ними начинали работать они были еще слишком размытыми и мы особо не могли ничего сделать с их контурами сейчас у нас немного все стало более управляемым и поэтому этим стоит воспользоваться тем временем наша вот эта группка лепестков тоже уже просохла и можно добавлять более насыщенные оттенки например золотистого темного можно добавить тоже местами тоже не везде но в некоторых участках и потом можно перейти в тициановую уже вот и тициановой можно уже добавлять вот эти вот центральные более затемненные части лепесточков вот они становятся такими более яркими более сочными главное при этом не потерять то какие лепестки у нас будут сверху а какие снизу вот и сейчас можно по идее дать немного этому просохнуть можно можно сделать несколько таких же тициановых акцентов на краешках лепесточков там где хочется подчеркнуть их изгибы например такие более интересные акцентные краешки можно сделать и дальше мы больше затемняем вот эти участки но пока они у нас сейчас еще влажные я пожалуй сейчас немного поработаю вот здесь здесь я хочу той же самой ганзы желтые добавить несколько вот таких мелких тычиночек желтых я потом просто их аккуратненько обойду кисточкой но сейчас у меня вот здесь будет очень темно-фиолетовая часть сердцевинки цветка кстати некоторые сорта крутбеки именно из-за почти черной фиолетовой сердцевинки раньше называли темноглазые сьюзин по-моему есть подвиды которые до сих пор так называются уважаемые цветоводы поправьте меня пожалуйста если я не права я могу здесь и ошибаться но я точно помню что их так раньше называли а вот есть ли сейчас такой сорт я к сожалению не помню вот такие очень-очень темненькие заливочки это пока только самая первая постепенно-постепенно превратят наш центр цветка в что-то почти черное а вот в самом верху около наших желтеньких точечек здесь тоже будет почти черная такая вот более пушистая часть сердцевинки как варить иногда мне напоминает процесс проявки старых винтарных фотографий если вы увлекались раньше таким фотоделом напишите об этом может быть помните когда сидишь в таком темном помещении с красным фонарем и перед тобой во многих-многих ванночках постепенно проявляются листы бумаги на которых сначала появляются какие-то очень темные тени потом паутона потом какие-то еще другие детальки точно так же и в акварели сначала мы рисуем какие-то более светлые заливки а потом прорисовываем более такие заметные более детальные какие-то кусочки рисунка вот пока мы с вами прорисовали этот участок у нас вот этот участок немного просох и более ярким поможет его сделать краплок красный светлый я продолжаю работать той же единичкой и добавляю такие полоски краплока рядом с фиолетовой такой сердцевинкой темно-оранжевой линии кажутся более ярким это происходит потому что оранжевый и фиолетовый по сути комплементарные цвета то есть цвета которые находятся по разные стороны цветового круга они находятся друг против друга и такие цвета друг друга взаимно обычно усиливают вот именно поэтому рудбекия кажется такой солнечной и яркой потому что цвета которые подарила ей природа такие вот интересные я наношу такими легкими штрихами по направлению кончику каждого лепестка вот такие добавки именно потому что когда наносишь именно в таком порядке добавку цвета на выходе здесь появляются такие более тонкие более нежные полоски их проще потом превратить в градиент в такой вот плавный переходик между одной и другой частями окраса цветка вот так ребят и вот так вот так вот так Вот здесь сейчас тоже можно вот этим краплаком выделить какие-то более такие темные краешки лепестков изогнутых. Добавить какие-то интересные загнутые детальки. Все вместе это добавит лепесткам такой живости и такой вот интересности. На тех лепесточках, которые, помните, у нас немножечко были снизу, мы добавляем краплака больше, чтобы он создался, чтобы он создал такой эффект тени. Здесь я сейчас как раз размываю аккуратненько переходы между зонами оранжевой и красноватой. И можно добавить как раз сейчас больше деталек между лепестками и на самих лепесточках. То есть вот какие-то совсем такие интересные темные кончики покажут нам то, насколько сильно изгибаются лепесточки в процессе. Такую вот затененность можно показать с помощью этого. Кончики тоже делаем более темными. Дальние лепестки, они немного темнее обычно, потому что они довольно далеко от нас. И здесь можно краплак чуть-чуть больше размыть по лепесточку. То есть вот сам кончик делаем таким более гнутым. И детализируем оставшиеся кусочки лепесточков. Если где-то возникают такие вот прямо добавки в виде полосок, когда они плохо высохли, просто попозже их размываете. Вот. И получаете такие интересные переходы. И более или менее затененные детальки на нашем цветочке. Так, у нас вот сейчас слегка подсохла вот эта фиолетовая сердцевинка. Это значит, что можно добавить ей насыщенности. Собственно, что я и хочу сделать. То есть здесь она у нас такая прямо у Рудбики, она почти черная. Поэтому насыщенности нужно добавлять и добавлять. Я добавляю каких-то вот таких пушистостей. Вот оставленном ранее в желтеньком хохолке, скажем так. И еще немного к фиолетовому добавляю перилен фиолетовый. Вот. Вместе они добавляют такую небольшую живость этому тону. То есть просто фиолетовый он такой холодный оттенок. А перилен фиолетовый немного более теплый оттенок. Вот. И вместе они очень интересно смотрятся. Мне вообще нравится считать их в тенях. А вот в такой темной сердцевинке Рудбики. Ну, сам Бог велел, считайте. И снова даю высохнуть вот этому темненькому участку. А центр у нас, видите, сейчас кажется, как я и говорила, более светлым. Но чтобы он не был таким вот резко разделенным, я немного смягчаю водичкой этот центр. У нас тоже получается такой довольно плавный переходик в самом центре этого цветочка. Который показывает такое легкое поблескивание верхних чешуек цветочка. Следующий оттенок, который хочу добавить сюда, это венецианская пурпурная. Это одна из самых таких темных красочек теплого оттеночка. Вот она как раз покажет нам наиболее затененные участочки. Ну, как наиболее. Насколько это пока возможно в текущем варианте. Но, по крайней мере, я более активно добавляю туда, где лепестки слегка притенены. Продолжение следует... Вот я выделяю еще расстояние между лепестками более темненькой такой краской. Вот, и затененные добавочки аккуратненько размываю, чтобы показать, что это такая не случайная полоска, а просто аккуратно такая расплескивающаяся по листику тень. Вот, и помните, я вначале говорила, что ближе к сердцевинке листики собираются в такой как бы кулечек. Вот сейчас я этот кулечек тоже периодически вырисовываю везде, где могу. Вот, и немного смягчаю листья там, где это возможно. Вот здесь сейчас, видите, наши полуразмытые штучки кажутся уже совсем не яркими. И для добавления яркости я сперва пройдусь по ним немного кадмием оранжевым просто поверх и промокну чуть-чуть салфеткой. Вот, чтобы просто они стали ярче чуть-чуть. Вот именно в центре, а промакиваю салфеткой, чтобы добавка органично вливалась вот в сам цветочек. Вот, и можно сюда еще немного гамзы желтой тоже добавить вот в краешки куда-нибудь. Тоже просто, чтобы эти добавки стали более яркими. Сами лепестки вот там, где у нас границы между оранжевым и желтым, с оранжевой-желтой зонами, я сейчас просто аккуратненько водичкой смягчаю, чтобы эти переходы не были слишком такими топорными. Так сказать, выглаживаю переходы. Ближние к нам лепестки можно даже чуть-чуть промыть, осветлить. Вот они дадут такой эффект более фактурных, более выпуклых лепесточков. Вот я их так слегка осветляю в некоторых местах, и получается, что лепестки как бы такие вот с прожилками, более выступающими над поверхностью лепестка. Спасибо. Так, и следующая краска, которую хочу использовать, это краска Бордо. Она такая более холодная и даже более темная, чем венецианская пурпурная, потому что она уже такая ближе к холодным тонам краски. И вот она как раз очень хорошо подчеркнет тени на более теплом фоне, которые мы с вами создали раньше. Можно чуть-чуть подобавлять разных фактур на лепестки, например. Наиболее затененные места я тоже, конечно, выделяю тем же самым Бордо. То есть вот промежутки там, где лепестки находят друг на друга, обязательно выделю такую, сделаю более затененную часть лепесточка. Можно чуть-чуть увеличить количество прожилок, например. И пока я всему этому снова даю высохнуть, можно вернуться к фиолетовой краске и снова усилить насыщенность самого крайнего нашего участка сердцевинки, цветочка. Можно добавить к фиолетовому также индиго. Он даст еще такую большую затененность. И вот наконец-то уже сейчас заметно, как центр цветка наконец-то становится более черным. Вот, близким к черному. Как у настоящей Рудбеки. Вот эти самые промежутки между лепестками я тоже растягиваю немного индиго, чтобы подчеркнуть то, насколько ближе к сердцевинке эти цветочки, такие более, точнее, эти лепестки более затененные и более темные. Я здесь тоже добавляю таких небольших точек, потому что вот этот участок, он не гладкий, он такой скорее вот покрыт как бы небольшими чешуйками. вот, и эту фактуру я добавляю с помощью мелких-мелких-мелких точечек. Здесь пока вот еще многовато влаги, поэтому я сюда вернусь немного позже. А пока можно добавить немного, например, какой-нибудь стебель куда-нибудь сюда, уходящий в никуда. Вот, например, здесь это будет стебель нашей Рудбеки. И он будет аккуратненько уходить в никуда. Я просто сейчас его размываю, а потом промакиваю салфеткой. И он как будто бы теряется в том зеленом фоне, который мы нарисовали в самом начале. Вот, чтобы этот стебель казался еще более насыщенным, непосредственно под лепестками я добавляю того же самого индиго. И тогда будет казаться, что на стебель попадает тень от лепестков. Так, а вот сюда она уже не должна была расплываться. Сейчас я аккуратненько просто ее уберу кончиком кисти. Вот. И смягчаю этот переход в никуда. Просто размывая это все в разные стороны, а потом промакиваю салфеточкой. Так, тем временем у нас все потихонечку подсыхает. Можно добавить еще немного промывок на листике, чтобы они стали более интересными, более мягкими. Вот. Эта бумага, на которой я рисую, она позволяет делать реально очень много промывок. Вот. И катышками не идет. То есть для промывки я смачиваю лепесток водичкой, отжимаю кисточку и вот почти сухой кисточкой снова провожу по тому же самому месту. Кисточка как бы впитывает слегка отмывшийся пигмент и оставляет такое более светлое место, если бы здесь была какая-то такая вот более выпуклая часть лепесточка. Так. 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 вот таким образом как бы количество прожилок на лепестках немного увеличивается и лепестки тоже становятся такими более живыми более интересными особенно это полезно если допустим по каким-то причинам у вас лепесток слишком сильно затемнился и можно его как раз хорошо подмывать но если отмыли слишком сильно можно добавить больше оттенка вот я здесь например хочу добавить больше кадмия оранжевого вот если вы добавляете какой-то новый или малозаметный цвет постарайтесь так чтобы он присутствовал не только в одном месте но и каких-то еще например вот кадмия оранжевого я хочу добавить а еще несколько лепестков чтобы он выглядел такой естественной тенью возникшие от преломления света где-то на границе разных лепесточков вот и таким образом цветочек становится более таким оранжеватым и просто кадмия оранжевый добавлены в одном месте уже не выглядит столь странно к сожалению одна из особенностей этого скетчбука которым я сейчас пользуюсь он очень долго сохнет очень не хочет впитывать в себя воду возможно это вызвано той самой какой-то хитрой китайской пропиткой вот с одной стороны это хорошо но иногда когда вот рисуют прямые эфиры хочется уже чтобы оно быстрее все просохло и приступать можно было к следующему этапу но нет а я пока пожалуй скорректирую немного вот этот наш стебелек он у нас у меня не совсем ровненький здесь вот кончиком тоненькой кисти я добавляю ему более ровную форму здесь главное чтобы количество воды на кисти было не слишком большим и не слишком маленьким если на кисти будет мало воды вы получите рваные края если воды будет много она у вас растечется туда куда вы не хотели бы вот и здесь я еще раз это все промываю усиливая эффект такого нисходящего в никуда стебля так у нас снова высох кусочек нашего вот этого среднего уплотнения значит и я снова добавляю сюда индиго чтобы сделать сердцевинку более насыщенной и более такой темной добавлять насыщенность необходимо всегда потому что при высыхании и впитывании акварель обычно темнеет ой светлеет простите пожалуйста она светлеет и поэтому нужно больше больше насыщенности также можно сейчас добавить больше вот этих вот типа стеблей к остальным рудбеки вот этим нашим таким растущим ниоткуда чтобы они были похожи как будто бы тоже где-то эти стебли теряются вот и для большей насыщенности краешков лепестков можно воспользоваться лимонным кадмием самым ярким из кадмии вот и слегка усилить именно желтизну вот эту яркость самых кончиков тех которые расположены ближе к нам вот и можно сейчас вернуться еще раз вот к этим вот полу разбытым цветочкам и сделать их еще более размытыми чтобы они побольше уходили в никуда в фоне оставаясь такими не совсем четкими то есть я вот размываю сейчас их самые краешки вот и промакиваю вот эти размытия салфеткой так и Продолжение следует... Для любителей декоративных добавок можно взять какую-нибудь яркую краску, типа гераниевой красной, и, например, добавить набрыск. Это будет примерно вот так выглядеть. То есть я просто окунула кисточку в гераниевую красную и добавила несколько вот таких брызг. Они создадут такой эффект динамики, и в итоге наш скетч будет выглядеть более интересным и более таким декоративным, наверное. В общем, на основе такого скетча вполне, по идее, можно сделать какую-нибудь открытку. Можно еще разнообразить такую добавку, не только, например, гераниевая красная, но и ярко-желтая, в каком-нибудь тоже лимонного можно добавить, кадмия. И мы получаем вот такую веселую летнюю открытку с яркой рудбекией. Большое спасибо еще раз, что смотрели со мной все вот это действо. Я надеюсь, оно вам понравилось. Не забудьте лайкнуть, если это так, и подписаться на канал. Я буду очень-очень рада, если вы станете новым постоянным зрителем моих роликов. Следующий такой же большой ролик будет через неделю, а в течение недели я размещаю обычно один-два ролика с краткими таймлапсами рисования. Ну и как всегда, как я обычно говорю, рисуйте больше, рисуйте чаще. Даже если вы раньше никогда не сталкивались с акварелью, акварель уже любит вас, даже если вы об этом не знаете. И я уверена, что однажды вы тоже ее полюбите так же сильно, как уже люблю ее я. Пока-пока!